История с отсуживанием жилья у владельцев квартир в подмосковной Балашихе заставила задуматься многих собственников в свежеостроенных жилищных комплексах страны. Застройщика ЖК Леоновский парк обанкротили. Глава компании сел за дачу взятки, а его сделки по реализации жилищных площадей объявлены незаконными. В результате под угрозой выселения оказались владельцы более 500 квартир. Прошло полгода, налетел и схлынул интерес журналистов, политиков и чиновников, а квартиры у людей как отнимали, так и продолжают отнимать. Мы пойдем стоять пикетом за то, что у нас отняли квартир. Вот реально, народ поднимется, потому что так невозможно с людьми поступать, понимаете? Трест МОС «Строймеханизация-5» был создан еще в 1967 году. Стал акционерным обществом в 1997 году и вполне успешно строил жилье в Москве и Московской области вплоть до 2011 года. С 2011 года в МСМ-5 начались финансовые трудности ввиду того, что активы организации значительно стали меняться. То есть с 2011 по 2020 год активы организации с 21 миллиарда рублей упали до 5 миллиардов. Какая сумма при этом осела в карманах главы компании и владельца 62% акций МСМ-5, заслуженного строителя Российской Федерации, обида Маматовича Ясинова, до сих пор не установлена. Следствие ведется с 2018 года. Исчезали в том числе и бюджетные деньги. Например, на строительство домов и объектов инфраструктуры в ЖК «Леоновский парк» из государственной казны было выделено 5,5 миллиардов рублей. Однако на то, чтобы заплатить за работу своим подрядчикам, у МСМ-5 не было ни копейки. Микрорайон полностью построен, полностью 100% построен за счет жильцов, которые проживают здесь. МСМ-5 выдавала авансы каждому подрядчику квадратными метрами. Каждый подрядчик реализовывал квадратные метры владельцам квартир. И за счет людских денег был построен этот микрорайон. Бурная деятельность обида Маматовича прервалась в 2021 году решением Красногорского городского суда. Было доказано, что глава МСМ-5 дал взятку бывшему главе городского округа Блашиха Евгению Жиркову, который закрывал глаза на срыв сроков строительства. Ясинов сел на 7 лет. Если дело 2018 года о мошенничестве в особо крупных размерах закончится ничем, то же скоро он сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении, чтобы насладиться плодами около строительных махинаций, в том числе и связанных с процедурой банкротства МСМ-5. Если проводить анализ, как организация пришла к процедуре банкротства, можно сделать определенный вывод, что все-таки бывший президент компании, он уже изначально знал, что организация к 2022 году будет находиться в процедуре банкротства, заранее подбирала лиц, которые смогут ему обанкротить данную организацию и по третьему кругу вывести денежные средства. Даже следователь, общаясь тоже с нами, рассматривая документы, говорит, ну как же так можно все продумать на 10 лет вперед? То есть они продумали на 10 лет вперед вот эту схему. МСМ-5 признали банкротом в начале 2022 года. Конкурсным управляющим был назначен Иван Сергеевич Музыка. Интересно, что с семьей главы компании Иван Сергеевич общался еще за 3 года до банкротства. В конец 2019 года проводил совещание сын Абит Маматовича Есинова, Парвис. Мы приезжали на совещание Москва-Сити в офис. Там находился конкурс направляющий действующий музыка Иван Сергеевич. Он с ним пообщался и говорит, погуляй немножко. Я сейчас освобожусь и пойдем с ним поговорить. Большинство бывших сотрудников МСМ-5 говорит, что музыка взаимосвязана с Есиновым, что это все заранее говорено было. Многие факты показывают, что конкурсный управляющий действует в интересах как раз-таки бывшего президента компании, а не в интересах, в принципе, организации. Его основной целью не является рассчитаться по максимуму со своими кредиторами. Единственная возможность кредиторов, обанкроченной МСМ-5, вернуть вложенные деньги, распродать какие-то активы банкрота. В случае с МСМ-5 все наличные средства были выведены из компании еще до 2011 года. С 2011 по 2020 подрядчикам отошли все построенные жилые и коммерческие площади. Казалось бы, что с нее взять? В рамках законодательства есть рабочий вариант. Процедура банкротства позволяет оспорить сделки компаний, которые совершались с момента, когда организация уже начала показывать признаки неплатежеспособности. В соответствии с финанализом, который предоставил конкурсный управляющий после процедуры наблюдения, было выявлено, что уже с 2014 года МСМ-5 обладала признаками неплатежеспособности. С 2014 года в арбитражный суд города Москвы стали поддаваться заявления кредиторов о признании МСМ-5 банкротом. Для жильцов ЖК «Леоновский парк» это значит, что конкурсный управляющий поставил под сомнение все сделки по приобретению квартир этого периода. Начиная с первой в цепочке – передачи квадратных метров подрядчикам, как оплаты за их работу. Конкурсный управляющий пишет в своем заявлении о том, что между тем подрядчикам обязательства по договору подряда не исполнены, акты по форме КС-2, справки по форме КС-3 не подписаны, исполнительная документация в адрес заказчика не представлена. КС-2 и КС-3 – это финальные документы, подписываемые застройщиком и подрядчиком по факту выполнения и приемки работ. Нет документов – значит, работы не были выполнены. Значит, и полученные квартиры застройщик не отработал и не имел права их продавать. Но глава ООО «Давыдов стройсервис» утверждает, что эти документы были подписаны с представителями МСМ-5 и хранились в офисе компании. Они всю эту документацию, что касается «Давыдов стройсервис» уничтожили. Это подтверждает человек, у которого они находились, то есть сотрудники музыки Ивана Сергеевича. Всю документацию, которая находилась, вплоть до компьютера и блок, они уничтожили. Я сообщал на связи этот вопрос. У суда вообще не возникает вопросов конкурсному управляющему. Сохранившаяся первичная документация, счета на оплату материалов, книга покупок-продаж, судом во внимание не принимаются. Компания Геннадия Давыдовского выполняла для МСМ-5 работы по герметизации, остеклению и покраске фасадов домов. То, что видно с первого взгляда, когда попадаешь в любой жилой комплекс. Сколько раз вопросов задавали конкурсному управляющему, если «Давыдов стройсервис» не выполнял эти работы, то кто выполнил эти работы, когда ЗОЗ получен, вот в эксплуатации люди проживают. Как? Это кто выполнил? Принесите бумагу, кто это сделал. На что он говорит, я не обязан доказывать. Идет судебное разбирательство, суд по итогам этого разбирательства поставит точку в этом споре, но утручающе, что на сегодняшний момент люди, которые законно приобрели квартиру, взяли ипотеку и выплачивают эти квартиры, могут остаться как с данными квартирами, так и без этих квартир. Из тех судов, которые прошли, ни один суд, еще у нас жители не выиграли окончательно, то есть квартиры не вернули. У меня день начинается от того, что я захожу утром почту проверять с арбитр.ру, арбитражный страж порядка. Я проваливаюсь на работе, я читаю вот эти определения суда. Жизни нету, просто читаешь, вечером приходишь в телеграм-канал, наш общий чат, сна нету. Я мать троих детей, у нас однокомнатная квартира. Это единственное жилье, больше жить негде. Платить нам еще 7 лет осталось. И представляете, мы выплатили уже 10 лет, оплачивали ипотеку, но если не дай бог, конечно, случится такая ситуация, что отберут квартиру, мы останемся просто на улице. Документы в порядке, у нас чеки все есть. В худшем случае нам еще маткапитал нужно будет возвращать. Да, и налоги, которые заплатили, то есть мы не были ни за границей с мужем, у нас не было ни транспортного средства, то есть все шло на привлекение жилья. То есть все силы, вся молодость туда ушла, и что теперь получается? Мы обращались в всеразличные госорганы, вот у меня целая стопка ответов от Росреестра, обращались к президенту, рассказывали о своей ситуации, письма эти переслали органы Московской области. 5 лет как платим ипотеку в квартире, двое детей, маткапитал, муж заслуженный доктор России, получил медаль печетную. И вот неделю назад мы узнаем, что мы в списке. Я звоню в суд, они говорят, пишите письмо, письмо только с юристом составите. Я сама тоже юридически закончила, но я не знаю, как это до конца делать, это все нужно с юристом. Все силы, нервы, деньги просто ушли на юристов, просто ночами пропал сон, аппетит. У всех одни и те же суммы? От 100 тысяч требуют юристы, никто не гарантирует положительный результат. Жители просто оказались в ловушке. Я наняла адвоката, она мне сказала, что 18-го суд и собирать справки. За справки тоже отдаешь, что там 6 тысяч, что там 2 тысячи. У меня 15 тысяч пенсия, у меня мама лежачая, ей 88 лет, мне 63. И что будет с нами? Что? Я не могу больше говорить. Есть о чем волноваться. Одно за другим решение суда лишает людей жилья. Рассматриваться будут более 500 сделок. Причем способы доказательства незаконности приобретения квартир, которые использует конкурсный управляющий Иван Музыка, вызывают претензии не только у бывшего подрядчика МСМ-5. Уже возбуждено уголовное дело Следственным комитетом города Балашихи, где в фабуле указано, что конкурсным управляющим в рамках дела о банкротстве МСМ-5 умышленно скрываются документы, которые могли бы подтвердить факт выполнения работ подрядчиками. Как долго будет длиться и чем закончится расследование Следственного комитета, пока непонятно. Как дело о миллиардных растратах обида Есинова ведется с 2018 года, так и это, будучи с ним связанным, может стать долгоиграющим. Внимание к теме судебная система не приветствует. Нашему телеканалу запретили проводить съемки на открытых судебных заседаниях. А люди продолжают терять свои квартиры. Решение суда было четко прописано. Судо предъявлено заявление конкурсно-правляющая ОМСМ-5 музыки Ивана Сергеевича удовлетворить признать недействительной сделкой договор номер 112-1-ку при продаже квартиры от 21.04.2016 года. Применить последствия недействительной сделки в виде возврата объекта недвижимости. Геннадий Давыдовский приехал в Балашиху из Беларуси заняться строительным бизнесом и квартиру взял в своем же объекте, в злополучном Леоновском парке. Хотел осесть в России. Пока не особо получается. Исполнить решение суда его могут попросить в любой момент, как и его бывшего работника. Ну это я приезжал с Таджикстана, конечно, давно, в 2005 году, а являюсь гражданином Российской Федерации 2008 года. Эта двухкомнатная квартира досталась Сухробу Салиевичу в счет оплаты его труда в ООО Давыдов стройсервис. Плюсы свои пришлось добавить. Брали кредит, все бумаги вот есть, брали кредит, автомобиль продавались, продавали частный дом. Дом у нас был там Липецкой области, там у нас был частный дом. И на родине, да, на родине, так как мы там уже на родине не живем, все, что бы вложили на эту квартиру. Вместе с главой семейства в двушке живут бабушка, мама, жена, двое детей, брат с супругой и ребенком. Уже прошел суд, рассмотревший законность их проживания. Мы предоставляли все, все, которые необходимы, документы, да, однако суд ничего не учел. И все в пользу конкурсного управляющего вернут конкурсную массу. Самый главный момент, вот нас семеро мы здесь живем, двое маленькие дети. Ну ладно, как бы закон им позволяет забирать эту квартиру. А куда эти люди нас будут девать? Вот вопрос. Просто взять, выселить на улицу? В конкурсную массу активов обанкроченного МСМ-5, которая будет распродана в счет погашения долгов, попала и трехкомнатная квартира Максута Камолова. Купил он ее в 2016 году, будучи иностранным гражданином. Через суд оформил в собственность и поставил на учет. Через шесть лет оказалось, что все делал неправильно. Арбитражный суд Москва признал, что это сделка недействительная. Вот определение. Применять последствия недействительной сделки. Обязать Камолова возвратить в конкурсную массу квартиры. Ну, когда стресс не умер, да. Еще выскочить Камолова, которые расходы, они это 6 тысяч рублей для суда. Ну, это госпошлины, да. У меня первый сын родился с детства, и второй сын в 2019 году родился. Да, они все сейчас, это мы многодетная семья, да. И все, это сейчас граждане России, все, и они, я думаю, это двое сына, будущие защитники родины, да, они. Сейчас они выкинули нас на улицы. Нашу семью на сегодняшний день даже выписали с прописки, нас сняли с регистрации. Мне решение суда железнодорожного по снятию нас с регистрации не приходило по почте, а я сама даже боюсь идти получать. Все вот эти судебные процессы дают возможность нам еще находиться в своей квартире. У Любови Викторовны квартиру отсудили одной из первых, причем на суд даже не пригласили. Больше года длится ее переписка с различными инстанциями, дошла до Верховного суда со своей просьбой отменить решение суда и рассмотреть собранные документы. Пока что безрезультатно. Даже судья уже в первой инстанции, когда мы по вновь открывшимся обстоятельствам добили, чтобы нас услышали, Гвоздев, он прямым текстом говорит, это я что, свое решение буду отменять? То есть он понимает, что он не прав, но он амбициозность свою проявил. Пока конкурсный управляющий отсуживает для последующей распродажи квартиры, практически полностью сменился список кредиторов, претендующих на вырученные средства. Нет сейчас в основном ни одного кредитора, у которого задолженность возникла изначально. Это только налоговая. Ну вот, например, МСМ-5 должна была банку Трасту более 1 миллиарда 800 миллионов рублей. Но при этом банк Траст продает свою задолженность ООО «Магистраль» всего лишь за 370 миллионов рублей. Но право требований, а также 1 миллиард 800 остается. Задолженность не меняется по договорам. Смысл в том, что долги кредиторам возвращаются в порядке очередности. Хватить может не на всех. Взвесив все риски, кредиторы за бесценок распродали свои долги. По нашему законодательству так можно. Пришли новые игроки. При анализе кредиторов, которые на данном этапе состоят в реестре МСМ-5, уже улавливается связь с конкурсным управляющим музыкой. У КАГУЖФ – это с прошлого. Музыка в очень многих делах с ними взаимодействует. Если посмотреть картотеку дел, это более шести дел. А также между данной организацией и музыкой имеются гражданско-правовые отношения, что противоречит осуществлению деятельности конкурсного управляющего. Среди других, вновь пришедших кредиторов, управляющая компания ГУЖФ выделялась тем, что выкупила наибольшую сумму задолженности, что давало ему преимущественное право голоса и позволяло контролировать процедуру банкротства. Искупка долгов банкрота – это еще не последний способ заработать. При анализе других банкротных дел, музыки, в которых он участвовал, было выявлено, что объекты недвижимости продаются аффилированным лицам, которые под контрольной музыки, продаются по заниженной стоимости. Покупая по заниженной, можно перепродавать по рыночной. Главное, чтобы все друг друга понимали и рука руку мыла. Это очень трудно осознать, что такое проходит на уровне государства, на уровне арбитражных судов, у которых свои, оказывается, законы. Не так, как вот раньше был закон. Мы работаем, платим налоги, чтобы у нас работал Росреестр, чтобы у нас работали суды, чтобы у нас государственные учреждения нас защищали. А в результате нас не защищают, а просто вот без конца нас на деньги, на деньги, на деньги. Госдума приняла закон, инициированный правительством Российской Федерации, который как раз должен защищать этих людей. Предусматривается, что в подобных случаях собственникам квартир будет возвращена сумма, по которой жилье куплено изначально. А для того, чтобы квартира все-таки не ушла другому владельцу, собственник имеет право выкупить ее на торгах. Вот, ребят, вот у меня даже сейчас трясется голос. Вы реально вот спуститесь с небес на землю. То есть вы понимаете, вот, значит, в 2015 году мы купили свои квартиры там примерно за 4,5 миллиона. 2 миллиона мы выплатили банку процентов по ипотеке. 2 миллиона мы вложили за то, чтобы сделать ремонт в этих новостройках, в этих бетонных стенах. Сейчас вы что, хотите нам вернуть эти 4,5 миллиона и продать нам эту квартиру за 11? Ну, мы только можем взывать к гаранту Конституции Российской Федерации. Потому что тот момент закона статьи 40, насколько я помню, это о неприкосновенности к жилищу. То есть, ну, а тут же идет какой-то рэкет 2020 года получается. Плюс статья 38-я. Это материнство и детство. Там говорится о том, что семья выходит под защитой государства. Основное число судебных заседаний по делу о банкротстве МСМ-5 приходится на сентябрь-октябрь этого года. Станет ли ЖК «Леоновский парк» первым прецедентом, когда на строительстве можно нажиться трижды? На выводе активов застройщика, из карманов жильцов, а потом и с распродажей их квартир пока неизвестно. Ясно, что людей подталкивают к крайним мерам. Видимо, мало кому-то летающих над Москвой беспилотников. Мы жили на съемных, платили за съемные. Ипотеки платили. Семья жила на 10 тысяч рублей в месяц. Извините, картошку покупали на распродажах, чтобы поесть. А сейчас эти квартиры отнимут. Мы пойдем стоять пикетом за то, что у нас отняли квартиры. Вот реально, народ поднимется, потому что так невозможно с людьми поступать. Понимаете? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok